Добро пожаловать в наш цирк! О боже мой... Поймите меня правильно. Мне очень приятно, что вы ставите лайкосики под мои видосики. Под прошлой серией вы собрали почти 10 тысяч лайков меньше, чем за день. Это просто взрыв мозга. Но один маленький вопрос. Ребята, вот вы действительно считаете, что вот это заслуживает 10 тысяч лайков. Ну вы просто посмотрите на это. Посчитай, сколько будет 257,52 плюс 487,61. Сколько будет? Сколько? Чего ты молчишь? А? Нет, не будет пончик! Ну что это? Я только зашел в игру, это первое задание, и уже пончик! Она даже не циферки нарисовала, она написала пончик, дорисовала цветочек и смайлик веселый. Ей весело. Ты за это получишь шапку днища. Я запомнил твое лицо. Ты попадешь у меня на дно. На социальное дно и нет. Это двойка. Сегодня я буду злым учителем, потому что я задолбался. Возможно, если всегда их исправлять, они начнут умнеть. А если не начнут, то нам придется идти в другой симулятор учителя, в котором ученики хотя бы на 0,1 IQ умнее, чем вот эти вот увольни. Так. Ну вы просто посмотрите на них. Ему нужно было дописать недостающее число. И смотрите, какая у нас есть последовательность. 5, 10, неизвестное число и 20. Какое же нужно число найти? Как вы думаете? Давайте-ка вы попробуйте написать в комменты. Это ведь просто капец как сложно. Ну конечно же 7 извилин в твоей голове. Тоже двойка. Там 15 должно быть. По 5 прибавляешь и получаешь нужное число. Элементарно же. То есть они все сегодня тупят. Это просто какой-то кошмар. Зато я получаю деньги за их тупость. Ладно, следующий уровень может будет что-то попроще. Не будет. Твою мать. Как называется этот континент, дамы и господа? Он называется Билли. Ну в принципе на тебе шапка единорога. Я тебя уже пометил, как человека, у которого в голове всего одна нейронная связь. Поэтому нет, иди с двойкой отсюда. Это сколько раз они подряд тупят? Так, что больше? Земля, Луна или Австралия? О, боже мой. Чувак в понтовых очках. Он последние разы всегда правильно отвечал. Молодец. Да, Земля больше Луны. И так как Австралия находится на Земле, Земля больше, чем Австралия. Так что пятерку тебе, молодца. Фух, едем дальше. Ему нужно было дописать недостающие буквы на компасе. И он справился с этой задачей на пять с плюсом. Молод... Чтоб. А-а-а-а! Теперь я затупил! Нет! Я начинаю тупеть! А где была ошибка? Там же вроде все было правильно. Я как-то внимания не обратил. Я посмотрел только на пару букв и такой. Ну да, все правильно. А-а-а! Нет! Я тупею! Мы нельзя играть больше в эту игру. Нужно заканчивать. Мы все тупеем! И нужно надеть днищенскую шапку на дамочку. Там была белобрысая дама. Где она у нас? А, вот она ты где. Сэнди тебя зовут, да? Ой, смотри, какое совпадение. Ты как Сэнди из Спанчбоба будешь тоже в скафандре гребаном. Нет? Ты недовольна? Ой, ты недовольна, что я отправил тебя на дно? Ну простите, нехрен тупить! И они не выпустили обновление с новой школой. Да как так-то вообще? Ну ладно, я тогда прокачаю класс нам немножко. Что мы можем еще сюда купить? Во-первых, я хочу прокачать потолок. О, теперь потолок похож на серый кусок говна. Раньше на потолке хоть какая-то текстура была, теперь на потолке нет текстуры. Мы ее отрезали и выкинули. Тогда повесим А, Б, С. А, возможно, если мы будем прокачивать наш кабинет, они будут умнеть, а? Может быть, все дело в этом? И даже бонусные уровни стали повторяться. Да ну нет, ну не может такого быть. Это как так? Ладно, мы не должны дать им соприкоснуться. А ну расходитесь все побыстрее. А ну-ка разошлись быстро и вы тоже разошлись. Кто сосется во время бальных танцев? А ну не сосаться. Стоять на месте, не двигаться. На моем уроке никто не засосется. Никто не будет жамкать друг друга. А ну разошлись быстро. Все, мы получили почти 300 долларов. И нам дали еще 300 долларов сверху. Я прав? Да, 600 бачи получили. Вау. Ну слушайте, мы начинаем с каждой серии все быстрее и быстрее богатеть. И мне так нравится, как наш класс выглядит. Теперь он не похож на дом бомжа. И тут какой-то слишком сложный вопрос. Вот опять, зачем вы заставляете меня эволюционировать? Вот мне что, опять в гугл переводчик заходить? Хотя подождите-ка, это я помню. Это у нас слово эрозия. И вопрос такой. Почему возникает эрозия? Какова ее причина? Варианты ответа. Ветер, движение воды и все вышеперечисленное. И это на самом деле сложный вопрос для людей, у которых больше чем 10 извилин. Ну давайте поставим ему пятерку за этот ответ. Потому что да, все вышеперечисленное, правильно. И ветер, и вода вызывают у нас эрозию. Так, едем дальше. Камни создают минералы. Правда или неправда? Ох ты боже мой. Камни создают минералы. Как-то не очень реалистично звучит. По-моему, камни ничего не создают. И ты ответила правильно. Нет? Я ошибся? Стоп, что? Я ей поставил... Стоп, подождите-ка, я точно начинаю тупеть. Я совершил уже несколько ошибок за ролик. Нет, 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 подождите. Камни, что, минералы? Какой был вопрос, я уже вопрос забыл. Камни, минералы, уж минералы. Твою мать. Нельзя больше играть в эту игру. Ребята, нужно собрать очень много лайков, чтобы я продолжил и записал еще одну серию. А если вы соберете просто безграничное количество лайков, там тысяч пятнадцать, а вы можете запросто, то мы поищем другие симуляторы учителей. Можете даже в комменты написать, какие еще упоротые симуляторы учителей вы знаете. Я обязательно их протестирую. А пока следующий вопрос. Да что за сложный вопрос? Два тебе. А знаете что? В этот раз я даже посмотрю рекламу, чтобы мы сказали этому уродцу. Заткнись и проваливай отсюда, где дверь уже знаешь. А еще я запомнил твою рожу и на тебя тоже надену тупую шапку, чтобы знал, как наезжать на меня. Ты с математичкой лучше не шути. Зря я играл в девчачьи игры. Что за херню мне рекламируют? Давай, проваливай! И все? Он просто ушел? А, нет, он ушел максимально недовольный и нам поставили галочку. Хотя мы некорректно все сделали и мы не учителя, мудак. Нет, спасибо, мне не нужны премиальные. Денег у меня и так хватает. О, конечно, конечно. Самая лучшая задачка. Здесь у меня все тупые, посмотрите. Этот затупил, у него ничего не получилось. Сейчас, следующий затупит. Ну, потому что на них шапки днищенские, значит, они тупые. Логично, логично. Ой, интересно, получится у тебя что-нибудь? Ты как? Какого хрена получилось? Мы все некорректно сделали. Окей, вот здесь просто розовый нальем по максимуму. Хотя нет, он же умный, у него монокль. Вроде это чувак не косячит, но он накосячил. Как же так? Как ты мог поступить так со мной? Ты же был умным. И нам дали еще денег. Тогда я еще прокачаю свой класс. Вы думаете, это конец? Нет, это еще не конец. Что еще мы можем купить? Апгрейды никакие не остались. Хотя мы можем прокачать их парты за рекламу. И... Ну а что, раз уж начали, давайте. Если сейчас у них не будут как минимум золотые парты, отделанные кристаллами Сваровский, то я эту игру удалю потом. Итак, смотрим. Я выключаю все это. Сейчас должны появиться новые парты. Вы, возможно, увидите их быстрее, чем я. Иииииии... Так. Что-то вообще поменялось? Серьезно? Это новые парты? Вы что, шутите? Я ради этого потратил 2 минуты своей жизни. Ты нахрена на новую парту залез? А ну, слезь оттуда, мудак! Я сейчас тебе тупую шапку надену. Я тебя помню. Это ж тот мудила, который наезжал на меня. Сейчас мы на него наденем шапку. Так, ты где? Я тебя запомнил. А, нет, их тут двое. Они очень похожи, но они разные. Ладно, я и тебе надену тупую шапку, и тебе. Так, хорошо. На тебя я надену... Что я на тебя надену? Тупого такого максимально. Я вроде уже все виды шапок понадевал. Практически, кроме донатных. Ладно, ты у нас будешь динозавром. Ага. Потому что ты больно буйный. А ты у меня будешь... Ну, кем? Бэтменом. Да. Выглядит туповато. Как раз для тебя. Будешь знать, как на парты залезать. И, по идее, у меня даже остались деньги, чтобы купить таблицу Менделеева. Чё это такое? Ну да, похоже на таблицу Менделеева. Замечательно. Мне нужно еще 900 долларов. И мы до конца прокачаем наш сумасшедший класс. Вы посмотрите, как это теперь выглядит. Боже мой. Добро пожаловать в наш цирк. Итак, когда каждый из вас идиотов получил шапку, посмотрим, насколько вы поумнеете. Так. Вот этот написал правильно слово «яблоко». Это уже прогресс. Чего? Стоп. Я точно тупею. Это уже не смешно. Я не притворяюсь. Я не понял. Где ошибка? Блин. Соберись. Нет, все. Я должен быть внимательным. Смотрим. Какой вопрос? Этот идиот должен был собрать слово из этих букв. Но так как он идиот, он просто переписал буквы. Правильно? Правильно. Мы ставим ему двойку. Да. Фух, я не настолько тупой. Так, здесь вроде как ему нужно было обвести прилагательное. И вроде все правильно, да. Корректно. Молодец. Чувак в тупых очках меня почти никогда не подводит. Это мой любимчик пока что. И да, так как я учитель мудак, у меня есть любимчики. Я вот сейчас пойду и всем им расскажу, что у меня есть любимчик. И нет, они опять будут драться. Это какая-то школа неадекватов. Вы заметили? Они больные на голову. Школа шизоидов. Я могу вот так вот делать. И они не будут драться. Я учитель флэш. Просто посмотрите на мою скорость. В моей школе никто не будет драться. Просто ртуть медленно покуривает в сторонке по сравнению со мной. О! Вот с этим заданием они редко справляются правильно. И да. Ну ты Денища, не знаешь где Европа находится, проваливай. Давайте следующий. Что за вопрос у нас будет? Что это за страна такая? Это Америка по-твоему? Ты что дурочка что ли? В каком месте это Америка? Это не Америка. Тоже проваливай. На тебе шапка Шрека. И последний Денищенко. Но я не думаю, что он ответит правильно. Но он ответил правильно. Это Мексика. Да ладно? Ты что начинаешь пробиваться со дна? Я тебя запомню. Еще один правильный ответ. И ты поднимешься со дна. Эмма. И мы почти собрали 900 долларов на максимальный апгрейд класса. Это очень круто. И опять чувак в понтовых очках отвечает правильно. Он еще и за искусство шарит. Вот задача была выделить человека, который знаменит своими картинами. И здесь у нас Бетховен. Да, у него-то шикарные картины. Просто. Оглушающий, так сказать. Также есть Эйнштейн. У которого просто картины за гранью фантастики. И, конечно же, Ван Гог. У которого, ну, конечно, в курсе. Но да, ставим пятерку ему. Он молодца. Я даже не знаю. Я хочу ему вторые очки поверх этих надеть, чтобы все знали, что он крут в квадрате. И кажется, у этого чувака время забирать монокль. Потому что красный это холодный цвет. Он говорит. Да, холодный. Красный же так, мать его, близок к холоду. Прости, но я у тебя забираю монокль. Ты отупел. Ох, как интересно. Ей нужно было отметить ударные инструменты. И она выбрала барабаны. Да, вот к тебе перейдет монокль. Сейчас я на тебя его надену. Я тебя запомнил. У Оливера забираем монокль. А Мия отдаем. Сейчас все будет. Вот она, Мия. Монокль у нас даже бесплатный. Просто шикарно. И прости, Оливер. Теперь я на тебя надену новогоднюю шапку. Увы. Ты понижен до ранга новогодней шапки. Ну, а мне не хватает буквально 40 долларов. Ну, 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 как так? Ну, тогда я комп куплю. Возможно, там будет сидеть новый ученик. А чё? А вдруг? Сейчас увидим. Этому нужно было выделить глагол. И он ошибся, к сожалению. Едем дальше. Ух ты, боже мой. Вот она чё-то тупит. Во-первых, чё ты за говно тут нарисовал? Чё это за каракуль? Вот давайте я вам покажу, как реально надо это делать. А теперь смотрите и учитесь, как это делается. Мы должны вот яблоко соединить с яблоком. Но так как мы человек искусства, мы делаем вот это. Готово. Да, это боксер Годзилла в цилиндре. Вот так отмечают это профессионалы. Учитесь. А рыбу мы отметим вот так. Всё. Идеально. Ну, а она какого-то хрена соотнесла яблоко с рыбой, а рыбу с яблоком. Нет, проваливай, я у тебя заберу мануколь. Чё-то ты за один урок отупела. Опачки, этому нужно было закончить логичное предложение. Варианты были такие. Я могу слышать мою руку. Ну, в принципе. Подождите, ща. Ну, кстати, нормальный вариант. Я слышу свои руки. Если вот так вот сделать, руки слышно, в принципе. Так что его я не буду откладывать как бы в чёрный ящик. Я могу почувствовать свою руку. Нет, я не буду проверять это. И я могу потрогать свои руки. Да, в принципе, руки можно и почувствовать. Ну, вкус рук почувствовать. Особенно. Если не измазаться в чём-нибудь. Я совсем отупил. Руки можно услышать, но проблематично. А вот потрогать руки можно легко. Так что ладно. Пятёрку тебе. У него два вопроса правильные. Точнее, у неё. Эмма, ты поднимаешься со дна. Охренеть. Мы забираем у Мии моноколь и достаем Эмму со дна. Она эволюционировала. Вот она, Эмма. Давай я на тебя надену крутые очки. Ты поумнела. На несколько вопросов правильно ответила. А вот у тебя. Я, к сожалению, забираю моноколь. Ты тоже понижена до ранга новогодней шапки. Прости. И вы посмотрите, как здесь упорото выглядит урок физкультуры. Просто какой-то кошмар непонятный. И мне за это дают 300 долларов каждый раз. Вот за что? Я не понимаю. Но у меня хватает денег для апгрейда моей школы до конца. Вроде как. Смотрите. Мы покупаем солнечную систему. И все готово. Да ладно. Ну тут только за рекламу вещи остались. Но я не хочу больше рекламу смотреть. Все. Школа полностью готова. Это просто сказка какая-то. И раз уж мы всем сучили шапки. Раз уж мы заапгрейдили школу до конца. Мы можем попробовать пойти в другой симулятор учителя. Напишите в комменты, было бы вам интересно посмотреть на другие симуляторы учителей. Также обязательно поставьте лайкосик, если вы хотите их увидеть. Ну а с вами сегодня был Fox Neo. Увидимся.